В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Единогласно на заседании Думы депутаты рассмотрели ходатайство о присвоении звания почетный гражданин города Сарова. Всегда на передовой в борьбе за жизнь и здоровье 28 апреля отмечают День работника скорой помощи. Город живых. Коллектив крылья детской школы искусств номер 2 представил новую творческую работу. Далее расскажем обо всем подробно. Изменения в уставе города. Корректировка бюджета. Вопросы реорганизации КСП. Очередное заседание Думы выдалось насыщенным. В повестке дня 21 пункт. Среди них также вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Сарова. Подробности далее. 62 года назад Евгений Дмитриевич Яковлев из МВТУ имени Баумена был распределен в наш город. За время работы прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора РФИАЦ ВНИЕФ по созданию ядерных зарядов. Сейчас работает советником при дирекции, заместителем главного конструктора ядерного центра. О кандидате на заседание Думы народным избранником рассказал заслуженный работник атомной промышленности РФ, руководитель администрации ядерного центра Геннадий Васильевич Свеженцев. Он отметил, что с Евгением Дмитриевичем их связывает многолетнее сотрудничество. Им внесем громадный вклад в обеспечение национальной безопасности, в обеспечение гарантированного ядерного сдерживания. В сложные 90-е годы он внес большой вклад в обеспечение усиления ядерного сдерживания за счет создания оружия не только ядерного, но и оружия на новых физических принципах. Почетный гражданин Сарова – самая высокая городская награда. Напомним, единую наградную политику для Сарова народные избранники утвердили в январе прошлого года. 14 апреля на заседании Комитета по социальным вопросам депутаты рассмотрели ходатайство, подписанное директором ядерного центра Валентином Костюковым, о присвоении звания почетный гражданин города Сарова Евгению Яковлеву. Единогласно ходатайство решили вынести на заседание Думы. Алексей Александрович Сахонов, глава города, это представление, это ходатайство по награждению Евгения Дмитриевича Яковлевна поддержало, направив соответствующее письмо в адрес городской думы. Далее мы рассмотрели кандидатуру и представленное ходатайство на заседание социального комитета. Решение депутаты вынесли путем тайного голосования. В нем приняло участие 28 народных избранников. В бюллетене было две графы – «за» и «против». По итогу голосования все депутаты отдали свои голоса за присвоение Евгению Дмитриевичу почетного звания. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Водители смогут оформить ДТП без ГАИ с помощью сервисов страховых компаний. Запущен модуль СДК в приложении «Помощник ОСАГО», который позволит страховщикам строить свои приложения и функционал удаленной подачи извещения ДТП прямо с места аварии. В результате автовладельцам не придется устанавливать никаких дополнительных приложений для оформления ДТП по Европротоколу. Будет достаточно приложения их страховых компаний. Оформление аварии при помощи сервиса будет занимать около 15 минут. Напомним, что сейчас, чтобы оформить ДТП по Европротоколу, то есть без вызова ГИБДД, необходимо иметь на смартфоне либо приложение «ДТП Европротокол», либо «Помощник ОСАГО». Причем, если рассчитывать на получение выплаты более 100 тысяч рублей, то необходимо иметь именно «Помощник ОСАГО», который позволяет провести фотофиксацию самого ДТП, его последствия, а также оформить электронное извещение о ДТП. Но для этого оба участника аварии должны быть зарегистрированы на портале госуслуг. Сейчас такая возможность откроется для всех приложений страховых компаний. Так что автовладельцам не потребуется заводить сторонние сервисы в своих смартфонах. Саровчан приглашают присоединиться к всероссийской акции «Письмо солдату». Предлагается написать слова поддержки тем, кто сейчас принимает участие в спецоперации и выполняет свой воинский долг. Письмо необходимо будет опустить в специальный ящик, расположенный на первом этаже здания администрации. Акция продлится до 6 мая. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Отопление в Сарове отключат 4 мая, сообщает Департамент городского хозяйства. Соответствующее постановление уже подписано. Управляющим компаниям, учреждениям социально-культурной среды и здравоохранения рекомендовано провести необходимые работы по подготовке систем теплоснабжения к отключению тепла. В мае россиян ждут две короткие недели с длинными выходными, напомнили в Роструде. К нерабочим праздничным дням относятся 1 мая – День весны и труда, а также 9 мая – День победы, уточнили в ведомстве. Таким образом, на майские праздники россияне отдыхают с субботы 30 апреля, повторник 3 мая включительно, а также с субботы 7 мая, повторник 10 мая включительно. В Роструде обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Работникам, которым оклад не установлен за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом. Атом – бронзовый призер чемпионата Нижегородской области по баскетболу. В полуфинале саровские баскетболисты встретились с командой «Лукомойри» из Нижнего Новгорода. На следующий день состоялся матч за третье место с «Газэлектроникой» из Арзамаса. Атом победил со счетом 91-75. Ребята получили кубок и бронзовые медали. Команда «Атом» на пути к финалу четырех заняла первое место в регулярном чемпионате в группе «Область» с результатом 11 побед и 1 поражение. А в четвертьфинале наши спортсмены победили университет Лобачевского. 28 апреля в России отмечают День работника скорой медицинской помощи. Это праздник молодой. Его установили в 2020 году, когда пандемия коронавируса набирала обороты. Сотрудники специалистов службы скорой медицинской помощи стали одними из первых, кто начал противостояние новой коронавирусной инфекции. И сегодня они всегда готовы прийти на помощь, а их графики остаются боевыми. Рабочий день сотрудника скорой помощи длится 12 часов, с 8 до 8. В среднем в день на пульт диспетчера поступают 60-70 вызовов. Это минимальное количество. Во время вспышек ковида доходило до 150 в сутки. Среди самых частых причин вызовов – боли в груди или животе, головные боли, травмы, высокая температура. Весной и осенью к этому перечню добавляется ОРВИ и обострение хронических заболеваний. Вызывающий должен понимать, во-первых, для себя. Нужна ли ему скорая на тот момент, поскольку не каждый человек может осознать в тот момент, нужно вызвать врача скорой помощи, либо обратиться в поликлинику самостоятельно, либо в травматологический пункт, либо к стоматологу. Поэтому диспетчер максимально подробно старается спросить и задать много вопросов у вызывающего. Диспетчер выясняет, какие у пациента жалобы и контактные данные. Затем информацию передают бригаде, и врач или фельдшер начинают собирать чемодан. На каждый случай свои препараты и медицинское оборудование, так называемая укладка. Родовая, токсикологическая, реанимационная, травматологическая. Работники скорой всегда на ногах, готовые ко всему. Случаев, конечно, очень много, очень много, которые и запоминающие, и о которых не хочется вспоминать. Но был не так давно случай, когда мы спасли женщину, она вызывалась болями в груди. Во время осмотра она дала остановку сердечной деятельности. Пришлось однократно делать разряд дефибриллятора. В последующем женщина осталась жива, была отправлена в Нижний Новгород. У нее был трансмуральный инфаркт миокарда, она была шунтирована, ну и благополучно, в принципе, выписана. Бывает так, что, приехав на вызов, медики понимают, что помощь не нужна. Решили проблему самостоятельно, сбили температуру, справились с одышкой. И, тем не менее, пациенты все равно осматривают, чтобы убедиться, что все хорошо. Случаются и ложные вызовы. Зачастую, особенно летом, вызывают на дачные участки. Не зная местность, непонятно, куда ехать. Бывают сложности и с проездом во дворах. Все дворы, особенно в ночное и вечернее время, заставлены автомобилем. Очень сложно добраться до подъезда. Приходится, пешком-то, конечно, мы доберемся. Но обратно, если необходимо транспортировать пациента в стационар, его приходится нести. Тут уже возникают сложности, поскольку автомобиль близко не подъедет. И помимо того, что нас мало, и основной коллектив наш женский, приходится привлекать постороннюю помощь со стороны. Для них не существует выходных. Они всегда стоят на страже здоровья и готовы прийти на помощь саровчанам. 28 апреля работники скорой отмечают свой профессиональный праздник. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днем работника скорой медицинской помощи. Несколько лет проработав на скорой помощи, я не понаслышке знаю о всех прелестях вашей профессии. Всех в сложностях, когда приходится у постели больного в короткий промежуток времени, не имея за спиной ни лаборатории, ни рентгена, ни УЗИ, принять правильное решение, отчинить состояние больного. И от этого решения зависит именно жизнь пациента. Хочу вас поблагодарить за преданность призванию, за ваш честный, профессиональный и человеческий долг, который вы выполняете. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. В Центре культуры «Досуга» прошел 18-й фестиваль детского декоративно-прикладного творчества. Организатором выступила комиссия по работе с молодежью правком «Арфиацвнеев». Тема детского патриотизма сейчас актуальна как никогда. Работы на 18-м фестивале детского декоративно-прикладного творчества были посвящены государственным символам России, историческим событиям страны. Вместе с родителями ребята изготавливали поделки на военно-патриотическую тему. И вот в этом году тема выбрана, на мой взгляд, тоже очень важная и безумно интересная. И она, действительно, в этот момент нашей жизни каждого. Мы вместе. Это Россия, это патриотизм, это наше все. Но мы вместе – это также и тема профсоюза, потому что вместе – это солидарность. А солидарность – это одна из ценностей профсоюза. Участниками стали дети работников Руфиацвнеев в возрасте от 4 до 12 лет. Также были специальные номинации, такие как семейное и коллективное творчество. Традиционно награждаются все конкурсанты. Мы не ограничиваем никогда детей в их фантазии, поэтому у нас есть и подделки, и рисунки, и какие-то изделия из теста. На самом деле используются даже крупы. Весь этот спектр сейчас объяснить, раскрыть я, наверное, даже не смогу. И каждый год дети радуют нас все новыми идеями. Ежегодный конкурс детского декоративно-прикладного творчества успешно прошел в Сарове 18-й раз. Больше информации о мероприятиях молодежной комиссии «Правком Руфиацвнеев» вы найдете в их сообществе в социальной сети ВКонтакте. Ульяна Скородумова, Андрей Махмунов, Александр Мальков, Служба новостей Саров-24. Коллектив «Крылья» детской школы искусств номер 2 представил новую творческую работу «Город живых». В ней приняли участие первокурсники театрального отделения. «Город живых» – это литературная композиция о буднях ленинградцев-блокадников. Подробности далее. Литературная композиция «Город живых» рассказывает о мужестве и стойкости мирных жителей в Великую Отечественную войну. Создатели спектакля, педагоги и воспитанники коллектива «Крылья» детской школы искусств номер 2 не ставили перед собой цели показать ужасы этого времени. «Город живых» – это переплетенная между собой история о том, как ленинградцы жили во время блокады, стояли в очереди за хлебом, учились в подвалах во время бомбежек, навещали раненых солдат в госпиталях, помогали и поддерживали друг друга. Мы сразу заявили тему военную, и она подбиралась непросто. Эта инсценировка вообще в основе композиции лежат документальные материалы из дневников нашей поэтессы и прозаика Веры Инбер и учительницы-блокадницы Ксении Ползиковой Рубец. Великая Отечественная война от нас все дальше и дальше практически не осталась в живых свидетелей тех страшных событий. Еще несколько лет назад, накануне 9 мая, ветераны приходили в школы, чтобы рассказать подрастающему поколению о подвигах советского народа. Сегодня школьники только из книг, фильмов и уроков истории узнают о войне. Если нашему поколению еще довелось общаться с живыми бабушками, дедушками, родителями блокады, а именно об этом наш спектакль сегодня, то молодое поколение лишено такой возможности видеть живых свидетелей блокады. И я так надеюсь, что после вот этой работы у юных актеров останутся какие-то исторические факты, вот эти малоизвестные. Детям предстояло сыграть сразу несколько ролей. Практически каждый выступал в роли рассказчика, прохожего, школьника, солдата в госпитале. Каждое слово, звучащее со сцены, слово реальных людей, тех, кто в 1941-1943 годах жил в Ленинграде. Все это позволило участникам театрального коллектива, исполняющим эти роли, сделать для себя важные открытия. Я узнала про Ленинграду блокаду, блокаду Ленинграда, но сейчас я более подробнее про нее все разузнала, поглубже, так сказать, туда проникнула. Надо же знать, какой, если можно так сказать, массовый подвиг совершили наши советские граждане, которые жили в городе, которые бомбили, обстрелили из пушек и лишали продовольствия. Часть этой композиции возили на международный конкурс-фестиваль «Восточная сказка» в Казань. За постановку коллектив получил диплом лауреата первой степени. Создатели планируют показать город живых на Саровской сцене еще несколько раз. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok